Всем привет! Я очень-очень волнуюсь, потому что я никогда не выступала онлайн, хотя я провожу любые эфиры. Меня зовут Юлия Байкова, я из небольшого старинного городка, города Таршка, Кверской области. И в прошлом году я приезжала сюда, в этот ресторан, в открытом звании старшего директора. Сейчас я нахожусь в закрытом статусе старшего директора. Прошел год, быстро летит время. И сейчас я вам все сначала расскажу. С идеей сетевого бизнеса я познакомилась очень давно. Это было еще в студенческие годы. Меня познакомила моя тетя. Это была компания с классным качественным продуктом, но дорогим. Я была студентка, тогда работали только офлайн-методы. Знаете, так, проводили домашние встречи, приглашали знакомых. Но мои знакомые были, моя целевая аудитория, да, это мои подружки, мои друзья. То есть все безработные, молодые. Вот, продукт был очень дорогой. И я там просто не смогла развиваться, потому что моя целевая аудитория не готова была это купить. Шло время, я стала мамой первого ребенка. И тогда я поняла, что работа в найм мне закрыта лет на 10. И я была права, потому что действительно ему сейчас 10 лет. И он только-только начинает как-то жить самостоятельно. Сначала садики, вечные больничные, потом в школу, первый класс. Он приходил вообще только в 11 утра, он уже был дома. Кто с ним будет сидеть? Кто его будет лечить? Помощников рядом нет. Я понимала, что это могу делать только я. Я понимала, что мне нужна удаленная работа. Я скажу честно вам, что я много раз пробовала. Я приходила из компании в компанию. Я начинала, завершала. Я не сразу поняла, что я смогу. И в общем я на это дело немножко плюнула. Разочаровалась немного в себе. И я ушла во фриланс. То есть я работала удаленный найм, так скажем. То есть вставала в 5 утра, работала с маленьким. Но тут тоже были трудности, потому что нужна была тишина. Нужно было как-то, а тишину устроить с маленьким ребенком. Это практически невозможно. То есть мне было очень тяжело. И 4 года я так работала. И когда я родила уже второго ребенка, я поняла, что это тот же найм, это тот же график, это тот же нерастущий доход. Потому что за 4 года моя зарплата абсолютно не увеличилась. И я поняла, что нет, я все-таки еще раз попробую сетевой. Как что-то у меня сидело в голове, что ну да, мне нужно еще раз попробовать. И когда я увидела группу своего нынешнего наставника «Благодарю тебя за этот гост» с твоими доходами, на них я и клюнула, я пришла в команду. Это была компания «Иван Онлайн» к Олесе Шишкиной. И тогда все началось. То есть я пришла уже намеренно, серьезно. Я понимала, что у меня сейчас стоит выбор. Если я сейчас точно попробую, у меня не получится, то я остаюсь домохозяйкой на долгие годы. А мне этого не хотелось. Мне хотелось развития. Я вообще человек очень активный. И я понимала, что меня это просто убьет. И мы начали работу. Меня, конечно же, заинтересовало обучение тогда. Оно было и есть сейчас, да, бесплатное. Потому что опыта онлайна у меня не было. Офлайн там я приглашала знакомых. А вот онлайн я никогда не работала. И поэтому я решилась. И за полгода активной работы, серьезной, нацеленной, я вышла в лидерские звания. Я стала лидером. И так я была на лидерских позициях более пяти лет. Но потом, вы все прекрасно знаете, да, нынешнюю ситуацию, в которой мы просто не смогли развиваться, не смогли принять эту ситуацию, не смогли принять наши рухнувшие структуры, условия работы, да. И Avon, это была моя первая созданная компания, в которую я пришла. И вот когда такая ситуация случилась, мы начали разбирать компанию Фуберлик, да, рассматривать ее, рассматривать продукт, маркетинг. Мы очень долго и ночью не спали, считали, да, какие деньги здесь получают компании. Мы были, конечно, очень удивлены, что зарплата здесь больше, что при том товарообороте, который был у меня там, я бы получала больше, и мы приняли четкое решение. То есть это была вторая компания, Фуберлик, да, которую мы осознанно выбрали. И теперь я здесь, и за первый месяц своей работы, мы пришли сюда в сентябре прошлого года, за первый месяц просто бешеной работы, я вышла на звание старшего директора. Ну и, конечно, кто-то говорил, что «Ай, она же с командой пришла, да, вот она же, ну, уже все наработано». Но звездами не рождаются, и эта команда была наработана большим трудом. У нас были и есть всегда очень дружественные отношения, и, конечно же, я очень рада, что моя команда меня поддержала, хотя я очень боялась. Я была принять слезы, боль, принятие этой ситуации. Сейчас восторг, и, ну, я очень рада, что так случилось, честно. Спасибо. Вот, и, то есть, хотела чуть-чуть поделиться, есть у нас еще один. Как, ну, то есть, как мы работаем, да, вообще, как все это происходило. То есть, в первую очередь, это дружба. Это дружественные, теплые отношения со своими людьми, со своими партнерами. Мы знаем друг от друга абсолютно все, мне кажется. У меня очень активный чат партнеров. Нет дня, чтобы мы там чем-то не делились, какими-то регистрациями, да, обучением, полезняшками, идеями. У нас постоянно там происходит общение. И, может быть, благодаря этому так и вышло, что мы активно все перешли в эту компанию, в компанию «Фудверлейка». Мы, конечно же, используем те методы рекрутинга, которые нам комфортны. То есть, это и спам, который, кстати, очень эффективно работает. Все на практике. То есть, отрабатываем на практике, передаем команде. Это и автоматизация. Когда я переходила сюда, я очень активно пользовалась Васей. Вот, были активные рассылки, конечно же. То есть, автоматизация рекрутинга. Реклама, я вам скажу, что мы никогда не нарабатывали структуру. Я лично, да, то есть, у нас была реклама, но я никогда не работала с рекламой. То есть, это только бесплатные методы работы. Ну и вот так, из таких больших проб и ошибок, столько раз я пробовала, я стала лидером, старшим директором, и, соответственно, превратилась из мамы в декрете в онлайн-предпринимателя.